И все прекрасно понимают, что это было спланировано, организовано. И в то же время все это покрывают, потому что знают, кто это организовывал. И организаторы не несут никакого наказания. Олег Калатий, он сейчас видит на один глаз, я лично знаю и общаюсь. Этот человек остался без зрения. Так само давайте вспомним те же митинги мирные, когда люди выходили за Харьков под лозунгом «Харьков-Украинский» и «Харьков без кернеса». И снова тетушки. Тогда подвергся нападению Дмитрий Пилипец. Его изрезали, когда он шел домой. Вот это его рука. Также есть фотографии на задней части ягодицы. Там нанесли четыре три удара ножом. И снова все знают, кто заказчик, кто организовывал это. И все покрывают. И организаторы не несут никакую ответственность за все преступления, которые они сделали. Так само мы помним, я надеюсь, все помнят Владимира Васильевича, которому в метро проломили голову битой. И тогда вели оперативную съемку, в то время милиция, в нынешнее время это переформатирована полиция. И все прекрасно знают и видели, кто это делал. И человеку просто проломили голову в метро, и никто не понес за это никакое наказание. Потому что у нас в Харкере беззаконие. Беззаконие идет в первую очередь это со стороны и милиции, и нынешней полиции, и той же прокуратуры, у которой есть материал на этих людей. А человек с пластиной в голове остался. Так же мы продолжаем. Сколько было морально подавлено молодых парней. Так само подвергались нападению девчонки, которые шли с ленточками флага Украины. Лично знаю одну, которую избили возле метро Степляшка, за то, что у нее была ленточка. Обзывали Бандеров. И все прекрасно знают, кто это организовал, но никто не несет наказание. Приближаясь к этому нападению на меня, я хочу сказать, что в Харькове сейчас хаос со стороны власти, потому что есть договоренности, у них все хорошо, они чувствуют, что они имеют полную, стопроцентную власть над всеми. Люди, они считают людей рабами, которые не имеют права даже слова сказать им поперек. И в самом нападении на меня я хочу перейти. Все прекрасно знают, что на митингах, когда возле Ярослава Мудро разгоняли евромайдановцев, тетушек организовывал Артур Мараган. Тут есть фотографии, где он лично с этими же тетушками. Тут есть представитель власти, тоже в то время городского совета. Также, вот он, группа лиц тех же тетушек, главея с Артуром Мараганом. Ну и основная фотография, которую я хочу показать, что Артур Мараган – это руководитель гепатитушек. И все прекрасно знают из милиции, нынешней полиции, мы упоминаем милицию, потому что все те, которые тогда были на своих должностях, остались и сейчас. И они прекрасно знают, у них есть материалы, кто этот человек, где он живет, где он тренирует своих бойцов. и никаких мер не предпринимают. Я бы хотел сказать, что нападение среди белого дня в центре города, в час пик, да, но это недопустимо. Я уверен был, что это не просто случайность, потому что, когда человек готов тебя не то что взглядом убить, а физически, благодаря своему другу, я ему благодарю за то, что он подставил себя под эти удары, и мы начали бежать от них. И все прекрасно знают этот человек. Сейчас я бы хотел сказать по следственным действиям со стороны полиции, надеюсь, прокуратура тоже предпримет какие-то меры, то, что заявление написано, видео, я надеюсь, изъяли из банка, потому что там две камеры, которые смотрят прямо на на ту площадку, где было нападение. И это видео мы предоставим журналистам и общественности. И так вот сдали, сразу же отправились в больницу, сдали, нас проверили, ну я не так пострадал, как парень, у него сотрясение головы, рассечена брок, внутрешние травмы, заявление написали, сегодня 12 часов будем идти контролировать эту процедуру, потому что не может быть, чтобы человек совершил два дня назад нападение и до сих пор гуляет по городу или где мы сейчас находимся. Я все. Дима, вы, ну, расскажите еще раз о том, вы просто шли и все. Нападение какое было? Мы с моим товарищем шли в центр. Уже выехал в центре. По делам. Возвращаясь, мы шли в сторону от метро Бикетова, возвращаясь, ну, мы пошли не по Пушкинской, а по улице Черношевского. Поднимаясь ближе к АТП-банку, там есть одна арка, а есть дальше вторая. Как ни говорят, там федерация то ли бокса, то ли кикбокса. И оттуда вышли трое, я не знаю, ну, трое человек, да? И навстречу, приближаясь ко мне, этот, ну, который я узнал, Артур Марабян, произнес слова. Ну, я повторю дословно, я не думаю, что-то. Ты узнал у меня, сука. И отразу, ну, сразу же пытался нанести удар. Еще раз благодарю человека, который подставил себя. Парень выскочил вперед, отбил один удар, и вторым ударом ему нанесли удар в голову, потом третьим ударом в живот, и еще один, потом в брок. Потом мы начали бежать, потому что, когда я посмотрел назад и увидел, что у этого человека нож, я понял, что, ну, тут строить у себя героя не стоит, потому что есть еще какие-то цели впереди, которые нужно сделать. Вот, и мы побежали. Спасибо. Спасибо. Дмитрий, добрый день. Русиный, агент подкрешения информационного. Вопрос следующего плана. Ну, вот, хорошо рассказали о том, что было начиналось с 8-го года, по-другому, до сегодняшнего дня. Мы все помним прошлогодние акции вашей организации, вашей лично, когда были митинги по дворсоветам, против декоммунизации, слушания по декоммунизации. Не является ли ваше нападение, точнее, на вас нападение и вчерашняя ситуация на улице Серповой не является ли это провокацией, попыткой раскачать каким-то образом ситуацию в городе со стороны провластных структур, будем так говорить. Смотрите, вы говорите ранее, не связано ли это от первого до последнего. Вы сказали организация, я не состою никакой организации. Это первое. То, что вы говорите мое нападение, никто на кого не нападал. Для милиции используется. Потом третье. Я не считаю, что это последствия того, что было на Серповой. Я считаю, что это связано с моей активно-гражданской позицией по отношению к нынешнему мэру. К его команде есть ведро сжения. К тем людям, которые просто не то, что грабят город, они уничтожают. Они уничтожают просто город изнутри. Не дают возможности людям развиваться. Издеваются над людьми. Те же, возьмем пример, громадская варда. Они борются за животных. Не пытаются лечить их. И они поехали просто на КП. Его сейчас народе называют живодерным. И вот поймали собаку, привозят туда и продают ее за 600 гривен. Или убивают. А условия, как их держат бетон, или на бетоне спятые, вы видели. так что я считаю, что это нападение на меня связано с моей гражданской позицией по отношению нынешней власти Кернеса, его команды, приспешники. Спасибо. Еще вопрос. Дмитрий, но тем не менее, достаточно странно, если бы хотели вас подрядить, наверное, не делали бы это вас не делать. Не расскажу, почему так спонтанно, как вы думаете? Может, уже было как-то спланировать это? Давайте, к примеру, возьмем, например, Дмитрия Пелевца, да? Там спланировано. Человек возвращался домой, из-за урла на него напали с ножом. Артур Мараган не сразу был с ножом. Когда мы встретились, я поднял голову, и он мне произнес слова, что ты меня узнал, не мог. И я даже не успел сообразить, и он пытался меня ударить без ножа. Но когда мы начали убивать, он почему-то достал нож и сказал догнать этих нецензурной бранью дальше продолжим. Я не думаю, что это случайно, но не может быть. я с ним лично не знаком и не пересекался нигде. Я лично не знал. Я вот интересовался в интернете, мне знакомые говорили. Когда я приходил на акцию Евромайдана, мне говорили, что тетушек организовал вот этот человек. Но лично с ним, вот как я смотрю на вас, если с ним раньше нигде не виделся. То есть они случайно это спланировали. Да, не спланировано, потому что если бы спланировали как-то, они бы уже убили, да? Сыграл бы я в ящик. Все. Это будет следствие устанавливать, что произошло, потому что там камеры есть. Я думаю, этот человек должен сейчас привлекаться к уголовной ответственности за свои действия, потому что парень, мой друг, пострадал, у него сотрясение мозга. Он мог остаться без глаза, как Олег Калатио, о котором я говорил. Человеку выбили глаз, ну не выбили, нанесли телесные повреждения в область лица, которые привели к тому, что было кровоизлияние задней стенки глаза. И он не видит на один глаз. И никто не понес наказания никакого. Так само вот сейчас, если никто не понесет наказания за то, что произошло позавчера в центре города, но это будет смешно, тогда мы будем уже действовать акциями прямого действия. Вы говорите о том, что есть видео, что там на нем, но посмотрите, к сожалению, сейчас. Смотрите, сегодня я буду идти к следователю сразу же от вас туда на 12 часов. Я надеюсь, мне удастся посмотреть и предоставить его вам. Там на видео, как мне сказали, видно на самом нападении, потому что там две камеры. Вот площадка от микрофона, вот стакан, вот стакан от микрофона камеры смотрят на ту площадку, где произошло нападение. Там можно различить лица? Камеры хорошие, я думаю, можно. Да, можно различить. Сегодня, в 12 часов, в Киевном районе не могу давать показания, и готовы голосопипидозы. Я помогал опипидозы маргана. Ну, а вообще, какая реакция правоохранителей два дня прошло? Никакой. Я, когда я вчера приехал к следователю взять документы на прохождение судмедэкспертизы, он сначала не хотел их давать. потом договорились по нормам, по-человечески, как у нас не всегда бывает, что мы взяли эти бумаги, поехали проходить, и перед тем, как выйти из райотдела, он меня спросил, а какие следственные меры 24 часа вы произвели, которые по закону положили. За 24 часа они должны по закону предпринять какие-то меры. Допросить этого человека, поймать его, допросить нас. Никаких мер не произвели, потому что за эти 24 часа они решали, кому направят дело. С одного следователя к другому. И так, знаете, в мяч сыграли от ворот до ворота. Так, сегодня будем выяснять и, надеюсь, все материалы предоставим прессе. Дмитрий, а вы во время нападения как-то пострадали? Смотрите, меня прикрыли товарищи, мне нанесли только один удар, когда я пытался оттянуть его, чтобы мы смогли убежать. Меня нанесли в живот, один удар и по спине, и все. То есть, когда нанесли в голову, мне пытались нанести в голову, у меня прикрыло, там есть, потом после пресс-конференции увидите человек, у него есть, можете с ним пообщаться, он тоже вам расскажет, у него есть телесные повреждения в области головы и лица. Ну, пожалуйста, представьте, представляете всего того. Дмитрий Маринин, экс-депутат я хотел бы, наверное, это не вопрос будет, это будет такой комментарий, так как сегодня с Димой должен был быть юрист, наш адвокат, известный, Анатолий Тарасин, про он приболел. Я хотел бы сказать для прессы, для всех, дополнить Диму, вот он перечислил очень много такого, скажем так, случая беспредела а-ля гепа и компани, и все это замылено, затерто и так далее. Вот с этого дела, которое произошло позавчера и возбуждение уголовного дела, внесение его в ИРДР, мы теперь вместе с юристами начинаем тотальный контроль за всеми подобными делами и делами по коррупции Харьковского горсовета и других организаций. Поэтому теперь мы хотим сказать прокуратуре и милиции, что мы будем следить за каждым шагом следователя, что они делают для того, чтобы виновные понесли свое наказание. Спасибо. Юрий Лихатахов, Каскархунта. Я тоже хотел небольшой комментарий, потому что, скажем так, мы днем вместе боремся с этим всем. То есть, я хотел, скажем так, обратить внимание на то, что произошло позавчера. То есть, я вот честно, я понимаю, что никто Диму не заказывал, потому что, если бы его заказали, ну, были бы, совершенно другие дети, даже не убивать, но просто его заказали. Просто сам факт того, что сейчас реакция поднимает голову, что все понимают, что Гефа договорился с властями, что у него все в шоколаде. И вот его люди просто, то есть, как бы, вот шли, я больше, чем уверен, что они просто шли, увидели, ага, уже можно. И вот за этим будет следовать. Я больше тут обращаюсь, понятно, что, как бы, власти это власть, я больше обращаюсь к активистам, чтобы все объединялись. Нас сейчас начнут выбивать по одиночке. Кого запугивать, кого замахивать, потому что, скажем так, вот, то власть дала добро, молчаливое добро на реакцию в ответ на активные действия я, ну, не пойду, же громадя. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Виктор, я хочу попросить. Дмитрий, подскажите, пожалуйста, как товарищ ваш себя чувствует? Ну, товарищ, я вам скажу... В больнице, я так понимаю, нет, он пришел, но у него головокружение... Ну, вот это задокументировано? Да. Просто сегодня будем еще ехать, потому что человек уже два дня ригает. то есть в больницу, может быть, ну, вырвал вчера и сегодня, потому что в глазах нет, но я не знаю, надо у врачей спрашивать, потому что голова это место. Коллег, есть ли еще вопросы? Ну, спасибо, тогда мы будем заканчивать. Всем спасибо, всего хорошего. Спасибо.